суррогатное материнство вчера я опубликовал ролик об андрогинах и наверное по его мотивам от симпсон док мне прислал этот вопрос о суррогатном материнстве сегодня у нас 20 мая среда 2020 года я в своем лагере под страсбургом во франции где пережил три зимы в палатке не по своей воли и так о суррогатном материнстве если я правильно понимаю то суррогатное материнство это когда женщине женщина вынашивает чужой плод то есть ей подсаживается оплодотворенная яйцеклетка и дальше она вот вынашивает рожает и передает и этого ребенка отдают после родов сразу или через какое-то время если ребенок ребенка надо выкормить передают матери ну это конечно неестественно не не совсем естественный природный путь размножения потому что ну как это так вот мать родила какая бы она ни была биологическая мать в этом случае и же потом надо ребенка выкормить то есть у нее организм подготовлен к выкармливания той матери который передает ребенку у нее организм не готов к выкармливания потому что это это не не происходит по команде на вот то есть нужно будет кормилиться этому ребенку и потом ведь что такое материнство вообще мачехи или что что еще есть приемные дети когда них мать это приемная мать называется да вот она бывает ничем не хуже чем биологическая мать а биологические матери есть такие что надо бы у них поскорей отбирать детей чтобы сохранить им жизнь этим детям то есть это очень сложный вопрос вообще ответ на него очень простой все что в жизни не происходит любые действия любых людей на благо если они в итоге послужили жизни то есть даже если они не были задуманы как вот служи именно служить жизнь а просто бездумно даже были сделаны вот это все во благо если так или иначе это послужило жизни но вот в библии например описывается как после библейского потопа но и дочери споили своего отца но и и переспали с ним я пошло потомство вот это по библейским как бы по библейски это все как бы во благо и можно что что угодно вообще в жизни встретить такие любые вещи которые ну иногда кажутся просто крайне ненормальными крайне черными крайне хорошими крайне непонятными и они в итоге они если они служат жизни они служат не просто размножение они служат именно передачи вот опять важный момент вот я думал да вот человек живет и я думаю что даже подсознательно он хочет передать себя не тело не хромосом мне то именно свое я передать себя передать свои знания передать свою душу передать свой взгляд на мир передать свои воспоминания вот это второй уровень передачи первый уровень это передать тело само собой а второе передать именно себя и он поэтому он смотрит на детей как на себя вот и кстати вот мне было ребенком очень странно когда мне по-доброму ко мне по-доброму относились какие-то взрослые люди дяди тети там которые ко мне относились как мама папа вот так вот относились теплом я не понимал а почему а что их заставляет а вот сейчас уже я сам понимаю что это но это конечно же это природные инстинкты и что мы в детях мы видим себя и поэтому мы как бы как это сказать мы как бы можем себя свое сознание помещать в них и в то же время быть вне них и то есть мы видим мир богаче чем дети они видят из центра как бы они как пункт земли такой а мы как бы обволаки мы можем уже как ну почти ну не боги но тем не менее мы можем видеть мир более так объемно частично быть в них и уже быть в себе поэтому вопрос о материн о суррогатном материнстве он и простой и сложный ну это не общий путь передачи жизни вообще я так понимаю что все что касается вопросов то все касается жизни так или иначе вот но это не общий путь передачи жизни или как как бы сказать жизни утверждения до человеческого рода поэтому и ответ ответ собственно говоря не такой же и подробный потому что тут все очень просто но само название в этом в этом названии столкнулись 22 очень разных слова слова материнство это такое святое я бы сказал слово такое теплое слово которым веет таким молоком покоем любовью а суррогатная что-то от этого ну не знаю суррогатный там кофе суррогатный хлеб суррогатная еда подделка фальшь то есть вот такие 22 разных очень слова и все в одном поэтому как-то мне неприятно само слово сочетание вот ну жизнь вокруг нас разнообразно семьи из которых состоит это это человеческая ткань не разнообразные беды в них разнообразные счастлива не одинаково поэтому все может быть все она вот что что не случится такого необычайного что не случится такого особого она все как вот в воду канет и покроется и колебания уйдут и как бы закроется новой жизнью то есть все что не все что не делается сейчас все что не сегодня кажется таким и таким громким звучащим на века все это покроется следующей жизнью потому что у новой жизни будут новые заботы которые будут опять же касаться именно только злобы дня вот ну вот по библии там раз 50 лет люди должны были прощать друг друга абсолютно вот во всем так пресекалась кровная месть например вот хорошая вещь ну а то что касается андрогинов я много многого не успел сказать что я хотел сказать и вот я например сравнивал андрогин ну например вот мы хорошо что взять такого что сейчас всем знаком ну хорошо компьютер вот взять допустим такой супер-пупер микропроцессор вот супер-пупер там не знаю миллион раз мощнее чем любой из будущего какой-нибудь прислали микропроцессор и все будут на него чуть не там ну поклоняя не поклоняться не знаю все будут на него любоваться восхищаться но его же нельзя подключить ни к чему так же и андрогин он вот это это элемент элемент который никуда не стыкуется который без контекста поэтому уже если чек как существует вот кстати есть например у в библии да у свод у этой прослойки общества левитов это особая прослойка общества их очень мало их не так уж и много особенно сейчас раньше было побольше вот они вот настоящие левиты они не имеют имущества то есть это совершенно какие-то особые создания вот андрогины тоже как бы особые создания но все это конечно более такие более многочисленные группы чем вот эти суррогатные матери и эти люди которые отдают им на для 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 того чтобы народился для того чтобы она выносила этого ребенка это общем небольшие случаи вот тут и вопрос обратный вопрос чем плохо например усыновлять детей я думаю вот например в чечне как я слышал там нет детских домов и очень хорошо там в семьях много детей и там они как бы привычные иметь много детей и там нет нет просто никаких проблем с тем чтобы куда-то детей пристроить вот а то что в россии есть детские дома это я считаю показатель того что это общество она она недочеловечное оно как бы ну это не то есть не люди какие-то вот не должно быть детских домов в принципе это должен быть какой-то дом как куда ребенок помещается на небольшое время вот этот вопрос конечно же более такой значительный вот его бы мне кто бы задал бы а почему например вот в чечне в чечне нету детских домов а в россии они есть но если взять в сша то например там больше всего в мире по моему или в австралии ночью в таких странах там заключенных что тоже как бы нехорошо то есть вот просто воспитать ребенка это даже меньше чем пол дела я бы сказал гораздо важнее я имею виду родить родить а вот именно духовно воспитать ребенка вот это больше чем пол дела вот вот это именно вот это главное но одно без другого опять же не не раз не обходится вот единство противоположностей вот по диалектике да то есть нельзя рассматривать некоторые вопросы в отрыве один от другого один другого не имеет смысла поэтому ну поэтому я особо вот не страдаю какой-то неполноценностью там что ли вот я считаю что если у меня нет своих детей то у меня есть куча детей которым можно как-то помочь причем вполне себе официально открыто при родителях и так далее нет никаких проблем вот чего я всем желаю кстати у кого нету своих детей возможно вместо того чтобы заводить собачек и кошечек почувствуйте все побольше и вот силы и побольше готовности служить не кошечками собакам конечно кошечки собаки тоже они стараются быть как дети такие чтобы нами манипулировать и вот но надо же все таки вот помогать себе подобным же так думаю ну не знаю как то этот вопрос мне не не конкретизировали поэтому я ответил на него как мог без подготовки вот в общем что есть то есть мир есть он такой какой какой есть его исправлять его никто не собирается просто вот мое мнение мое мнение именно на сегодняшний момент она может измениться